всем ребят привет сегодня я буду копать отдыхать вот в этом месте выбрался я где-то примерно на 3-4 часа копаю до обеда сегодня пойду на работу в ночь но решил отвезти душинку своему любимому хобби сегодня я начинаю один ближе к обеду подъедут еще два комрада стас фартовый и дядя саня вот сегодня 7 ноября погода у нас стоит замечательная плюсовая копать возможность сезон закрывать черновато вот на окраину деревни недалеко от меня где-то примерно 15 километров далеко решил не ездить и хочу походить вот в этих сосенках здесь вот как вы видите плодовые деревья стоят и в советское время засадили сосенки вот решил по этим сосенкам немножко прогуляться результат будет вы об этом узнаете итак наконец-то у меня находка долгожданная но это не первая находка у меня находки были вот такого рода две конинки обычные я их даже и не снимал потому что не хотел отвлекать ваше внимание на вот такую вот безделушку также у меня был сигнальчик вот такой интересный я даже не знаю может это от серьги часть потому что имеется здесь вот рисунок вот даже не знаю но металл я не знаю что за металл такой это не имеет ни латуня я даже не знаю похоже что-то наподобие свинца вот и вернусь к находке которая только что поднял поднял такие вот часть от часиков такие вот часики сожалению убитые напрочь не знаю что это за металл такой но он не окислился ничего может посеребренная не знаю но кто-то центр вырубил специально вот такие вот были свое время хорошие карманные часы ладно топаю я по-прежнему один созванивался со стасом они только надумали выезжать так что будут наверное где-то примерно через час когда я уже буду собираться домой ладно продолжаю находки надеюсь будут достал я вот такую пуговку был сигнальчик принципе хороший но время ее не пощадила мало того что она затерт до неузнаваемости то есть это царская пуговица была проглядывается силуэт двухглавого орла но к сожалению он видите аж распалась ваш распалась в руках ушко целая но сама пуговка смотрите как развалилась была царская ну ладно но долгожданный у меня сигнал но сигнал у меня вот такого вот плана то есть это обычно у нас обручальное колечко находок у нас не густо обручалочка такое внешнего вида как бы современная но медная ладно продолжаю копать находок у меня пока не густо все равно всякий шмурчок подымаю и так ребят мне уже пора быть собираться находок у меня не густо и вот стас фартовый подъехал и не знаю сейчас какие у него планы чё он сейчас будет делать и пойдем вперед стас фартовый привет привет хай дядя саня тоже собирается у нас со своей катушкой гром громко-катушка убийца остаться с таким вот простеньким моим приборчиком будет зато находок сколько так что сейчас распакуемся не знаю часовчик наверное с ними еще похожу и свалю итак у меня сигнальчик и об катушку ударилась такой металлический удар был и сразу очистился вот такой крестик обычный крестик мужской смотреть в каком хорошем состоянии вообще чумовой такой классный обалденная находка на сегодняшний день это самое лучшее что и у меня есть смотреть какой хороший крестик вообще классный красивый какой-то даже не стандартный как обычно находится ладно он стас вышел на охоту и вот я ладно находка хорошая продолжаем итак у меня сигнальчик выпал у меня вот такое неплохое состояние гильза можно было ее и не снимать но есть но очень отчетливо написано к и ног последняя буква я и написано 117 это гильза с первой мировой войны то есть 1917 года ну гражданская может война в эти в этом районе проходили стычки разлить различного рода и вот такая вот ребят гильза написано кайнок с буквой яйца на конце 17 года ладно монет нету ребята тоже пока пустые ходим по местам которые мы уже неоднократно выбивали но все равно находки вылазит и так устался там находочка 3 копейки тридцать шестого года ну и у меня тоже находка наконец-то царская монета одна копеечка 1903 года в принципе сохранчик неплохой я бы сказал даже хороший хорошем состоянии монета фото приложу вы увидите что она очень хорошая так у меня находка сначала я думал когда выпало так вот думал это пробка у нас для прививок но нет это у нас колечко интересно то что она белого цвета такой вот белое колечко надеюсь сейчас увижу пробу предполагаю что это серебро да у нас это колечко серебряное имеется внутри колечко три пробы и вижу что это советское серебро стоит проба так не знаю восьмерку отчетливо вижу ну не столь важно вот такой серебряное колечко попала сегодня мужское толстая в принципе тяжелая ну ладно находка есть зачетная продолжаю копать и так у меня очередной сигнал и хорошая находка вот вот так вот она выпала крестик такой крестик такого-то образца таких листов у меня еще нет тонкий латунный крестик в принципе ровный странно обычно они если тонкие то мяты ушка нет значит его потеряли ушку отломалась вот такой замечательный крестик отправляются в коллекцию крестов и так у меня очередная находка в этой ямке я поднял а нет в этой ямке я поднял вот такой ребята топор очень глубоко сидел вот в этой ямке я поднял крестик и вот сейчас у меня тоже начал в руках перебирать ударился в катушку тяжеленько чё-то и это у нас монета царская размером с 2 копейки на ней очень большой налет зеленый и год я вам сейчас наверное не скажу но 1800 1800 а нет последняя шестерка значит 1916 1916 год вот такая монета ну находка отправляется в коллекцию всего ребят у нас где-то там копают даже не слышно а он кстати вижу стаса там учета делает ну ладно находки надеюсь у них тоже есть продолжаем итак очередной сигнал выпал вот такая хреновина и вот смотрите а сначала взял его руки не думал что это пуговица но это пуговица я не знаю сколько нужно было придавить силы может под молот ее поставили и вот такая царская пуговица орел вообще в хорошем состоянии но сама пуговица плоская действительно как будто под наковальню положили странно то что если бы сплющили под наковальни то с обоих сторон они бы замялись но к сожалению не знаю орел вообще не замялся и так у меня очередной сигнал и очередная монета такая монета у нас смотрим что-то нет это не монета это счетный жетон счетный жетон манисты с манисты сожалению она затерта рисунок вообще не видно так что находка ни о чем был бы хотя бы рисунок видно было бы еще как атака на со всех сторон лысая итак у меня очередная находка находка вот такого плана размером с копеечку да это есть копеечка копейка 1976 года ладно и так выцепил я очередной сигнал и это у меня монетка монетка размером с 2 копейки это у нас есть 2 копейки 1900 1871 года с охранчику очень хороший е.м. все отправляется в копилочку дядя сами у нас в лесах ходит стас немножко позади меня находки принципе есть смотрим итак у нас очередная находка но эта находка стаса наконец-то на что-то стоящее поднял и вот такая вот три копейки 1915 года в принципе было бы ничего но здесь вот имеется зубцы кто-то пытался ее сделать игровой но не успел потерял а кто-то ее нашел вот у него еще были находки находки такого плана крестик лепесток обычный ничего особенного такая солдатская звезда интересная с эмалью конина 1 они на 2 вот и советики советик 3 копейки 1936 года вам рассказывал про него 15 копеек 86 вот такой вот счетный жетон делали манисты сманисты обучалки вот такой вот обучалки вот такие вот находки сегодня у стаса так ну а дядь сани вот на теории 705 вот с такой катушкой мини лап икстера три находки 1 вот одна копеечка гербу видно что двадцать четвертого года но год не виден видно только 1900 но какой-то неизвестно но все равно она убит и даже неважно 25 это год или 24 она очень сильно убита затем вот такая атманиста тоже убитая и 3 копеечки о 5 копеек 1940 года тоже убитая все три находки убитого состояния находки получается ни о чем ладно буду наверно заканчивать свой коп надо валить домой сегодня работу в ночь так что немножко еще надо отдохнуть ну и так ребят закончилась сегодняшний коп закончу свой коп именно таким вот моментом о том как и что я сегодня нашел ну сегодня нашел что начну вот такой вот мелочи вот такая-то интересная гильза вот с надписью кайнок с буковкой ядь семнадцатого года взял ее потому что хорошая надпись хорошая четко вот такие вот такая обойма от часов карманных два колесика от керосинки разного формата обручалка вот такая медная мужская мужского размера вот такая ерунда не знаю что но фактом что она старенькая из-за этого я ее взял ходячка но это отношу к разряду шнурдяка конинка вторая конинка и пуговка пуговка у нас походу солдатская вот ну а по интересным находкам у меня все сегодня уместилось хабарница обычно у меня не умещается в хабарница сегодня уместилось все аккуратно начнем с крестиков вот такой замечательный крестик довольно таки красивые будет когда я его отреставрирую такой крестик тоже очень хороший такой интересный такой рельеф интересный вообще замечательный вот такая вот обычная маниста копеечка царская 1800 а 1903 года две копеечки 1871 года еще две копеечки тоже царского формата николаевского 1000 в общем сказать не могу очень плохо видно когда почищу вижу копеечка обычная советская 76 года вот такая пуговка царская очень хорошо сохранился орел и вот такая вот вещица серебряная это у нас колечко обручальное внутри колечко у нас имеется а3 ломбы проба не знаю что за проба нужно будет разглядеть но это проба у такая бы встречалась в советское время вот такие вот у меня сегодня находки не особо то у нас и густо ну как вы видите и не пусто в принципе считаю что день прошел удачно судя по тому что ходили по выбитому месту но выбитых мест не бывает все равно здесь я не знаю именно в этом квадрате гуляли мы наверное раз шесть семь восемь наверно приезжали постоянно у нас были находки ну и они как вы видите продолжают ну ладно на этом я заканчиваю свой коп надо мчать домой отоспаться немножко и на работу все всем удачи до следующего копа всем пока а а а а а а а а и а а есть , а как